Дамы и господа, ведущий передачи «Битва интеллектов» Эдуард Давыдов. Добрый вечер. Добрый вечер, доброе утро, добрый день. Неважно, в какое время суток вы смотрите нас, уважаемые телезрители, главное, что мы всегда желаем вам здравствуйте. В эфире самое развлекательное из познавательных и самое познавательное из развлекательных программ «Шоу «Битва интеллектов»» на канале «Губерния». Наша программа для тех, кто точно знает, когда же в плацкартных вагонах поезда «Калининград-Владивосток» наконец разрешат инфтаназию, а также тем, кто хочет это узнать. Уважаемые телезрители, я не зря позволил себе немножко черного юмора в начале. Дело в том, что в шахматах, с которыми мы ассоциировали наше шоу весь восьмой сезон, есть вариант игры под названием «Блиц». Когда каждому из игроков дается минимальное количество времени на обдумание ходов, и в любой момент может произойти следующее. Если игрок слишком долго думает, может упасть флажок, который означает его поражение, самоубийство его как игрока, и он теряет все шансы на продолжение борьбы. Вот то же самое сегодня будет происходить с участниками финала четырех. В каждом поединке будет только один шанс. Это шанс победы для того, чтобы пройти дальше и в дальнейшем побороться за чемпионство. У тех, кто проигрывает свой поединок, второго шанса, шанса на реванш, не будет. Итак, восьмой сезон, финал четырех, мы начинаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Участников первого поединка я прошу остаться на стартовых позициях. Остальные команды приглашаю на трибуны. АПЛОДИСМЕНТЫ В первой полуфинальной игре восьмого сезона встречаются красный игровой стол команда «Лига выдающихся джентльменов». В составе Никита Рублев, Александр Корясов, Дарья Макушова, Сергей Кухарев, Виктория Бочкарева. Капитан команды Данила Сафинский. АПЛОДИСМЕНТЫ Их соперники по полуфинальной игре. Команда «60 секунд», желтый игровой стол. Евгений Кнохинов, Александр Глинин, Петр Вайнер, Кирилл Карпов, Сергей Бородинов. Капитан команды Екатерина Томилова. Уважаемые команды, уважаемые телезрители, семь вопросов. В любой момент, как только одна из команд наберет 4 очка, полуфинал закончится. Вопрос номер один. Один креационист сравнивал себя с ним, сражающимся против научного мира. Внимание, вопрос. С каким оружием его принято изображать? Время. Красный стол. Отвечать будет Сергей Кухрев. Сергей. Ну, рискнем и предположить, что это проща. Он сравнивал себя с Давидом, который сражается с галиафом научного мира и, в общем, с проща. Один ноль. Это проща. Вопрос номер два. Внимание, свое название они получили потому, что легко впитывали красители и были хорошо видны под микроскопом. Внимание, вопрос. Назовите их время. Красный стол. И снова отвечает Сергей Кухрев. В общем, насколько я помню биологию, это хромосомы. С греческого хрома означает цвет. Два ноль. Вопрос номер три. Герои книги Несбе, который во время Второй мировой войны то выбирал сторону нацистов, то сторону антигитлеровской коалиции, называют словом нидерландского происхождения. Внимание, вопрос. Назовите это слово время. И вновь красный стол. И снова отвечает Сергей Кухрев. Мы думаем, что это флюгер. 3-0. Это флюгер. Вопрос номер четыре. На этом колесе обозрения никто не катался, хотя оно стоит в парке города по сей день. Аттракцион должен был открыться на праздник 1 мая 1986 года. Внимание, вопрос. В каком городе расположен аттракцион? Время. Фальстарт, желтый стол. И время. Я слушаю ответ. Ну, в общем, это Припять. Прокомментируйте. Ну, соответственно, он должен был открыться 1 мая, а 28 апреля 1986 года случилась авария на Чернобыльской АЭС. 4-0. Победу одерживает команда Лига выдающихся джентльменов и выходит в финал. Команду 60 секунд ждет поединок за третье место. Спасибо, уважаемые команды. Уважаемые телезрители, продолжаем. Вторая полуфинальная игра, второй поединок, в котором встречаются красный игровой стол команда Хайзенберг. В составе Антон Назаров, Алена Остроухова, Наталья Селезнева, Артем Афанасьев, капитан команды Владлена Гритчина. Их соперники. Команда за желтым игровым столом. Исчадия Рая, Наталья Притеченская, Ирина Хохлова, Александр Штриков, Сергей Арташкин, Александр Герасименко, капитан команды Евгений Еремин. Начинаем ваш полуфинальный поединок, уважаемые команды. Первый вопрос. Действительное число – это понятие, используемое в демографии. В предыдущем предложении автор вопроса – обманул. Ответьте четырьмя словами, что мы заменили на «обманул». Время. Пробует желтый стол. Да, попробует ответить Александр Штриков. Совершил допустимую статистическую ошибку. 20 секунд есть у команды «Хайзенберг». Будет ли ответ? Нет. Уважаемые команды, вот у меня есть сын, а я бы хотел, чтобы у меня еще было две дочери. Это желаемое число моих детей. Автор выдал желаемое за действительное. Обманул. Выдал желаемое за действительное. В демографии есть понятие – желаемое число детей. 0-0. Вопрос номер 2. Герой Елены Костюкович, умиротворенно глядя в иллюминатор, видит тень самолета на облаке. Внимание, вопрос. Что ему напоминает эта тень? Время. Желтый стол на первой секунде. Отвечает опять Александр Штриков. Александр. Крест. Вы поставили себе и 20 секунд для Хайзенберга. АПЛОДИСМЕНТЫ Кто отвечает? Ответит Алена Остраухова. Алена. Может быть, предположим, что это дельфин? К сожалению, вы ответили неверно. Она напоминает ему знак Пацифик, международный символ мира. АПЛОДИСМЕНТЫ Вопрос номер три. В 2012 году гренландский лыжник Якоб Схавн разогнался до 46 метров в день. Какие две буквы, уважаемые команды, мы заменили в предыдущем предложении? Время. АПЛОДИСМЕНТЫ Ответ красного стола. Отвечаю я, это ледник. Не лыжник, а ледник. Счет открыт. 1-0. Это действительно ледник. Он развил скорость 46 метров в день. Вопрос номер четыре. Покрытый ярко-желтым песком, изогнутый острый мыс на побережье Хорватии, называется так же, как более известный географический объект, расположенный примерно на тысячу километров восточнее. Уважаемые команды, воспроизведите это название, которое состоит из двух слов. Время. Желтый стол. Отвечу я сам. Это золотой рок. Мыс визуально похож на золотой рок. Такое же название носит бухта в Стамбуле. 1-1. Вопрос номер пять. Я прошу тишины. Уважаемые команды, перед ней Филипп Уоркман попросил большую вегетарианскую пиццу, но не для себя, а для какого-нибудь бездомного. Внимание, вопрос. Назовите ее двумя словами. Время. Желтый стол был быстрее. Ответит Сергей Арташкин. Сергей. Не все смертники пацифисты, но тем не менее это смертная казнь. Перед смертной казнью обычно удовлетворяется желание заключенного. Вы совершенно правы. Он был осужден в 1982 году за убийство полицейского после неудачной ограбления рестораном в Мемфисе. Он отказался от последней трапезы в пользу нуждающегося, чтобы совершить хороший поступок хотя бы перед смертью. 2-1 повела команда исчадия рая. Вопрос номер 6. В 2007 году в ходе необычной акции любой интернет-пользователь мог, полюбовавшись картиной Тернера, купить «Х» за 5 фунтов стерлингов. Внимание, вопрос. Какие буквы мы пропустили в предыдущем предложении? Время. Желтый стол. Берет ответ. Кто будет отвечать? Берет ответ. Итак. Хорошо. А можно повторить формулировку? Какие буквы мы пропустили в предыдущем предложении? П. И. Ель. Вы о чем говорите сейчас? О пикселе. Продавая пиксели и изображение картины, галерея «Тейт» собрала 5 миллионов фунтов и выкупила оригинал «Муланна». Счет становится 3-1. Победу одерживает команда исчадия рая и выходит в финал. Команду «Хайзенберг» ожидает поединок за третье место. Спасибо за игру, уважаемые команды. Продолжаем шоу «Битвы интеллектов» на канале «Губернии». Уважаемые телезрители, поединок за третье место восьмого сезона, в котором встречаются красный игровой стол. Команда «60 секунд». В составе Евгений Кнохинов, Александр Глинин, Петр Вайнер, Кирилл Харпов, Сергей Бородинов, капитан команды Екатерина Томилова. Их соперники. Желтый стол команда «Хайзенберг». Антон Назаров, Алена Остраухова, Наталья Селезнева, Артемов. Афанасьев, капитан команды Владлена Гритчина. Желаю вам удачи, уважаемые команды. Вопрос номер один. Кроме его общеизвестных приключений, существуют и менее знаменитые, в частности, путешествия через всю Россию. Его имя входит в заголовок статьи журнала «Вокруг света», повествующий о том, что одиночество сокращает продолжительность жизни. Внимание, вопрос. Назовите его время. На первой секунде красный стол. Отвечает Кирилл Карпов. Ну, мы думаем, что это Робизон Крузо. Вы думаете, что это Робизон Крузо. Вы совершенно правы. Робизон Крузо. Вопрос номер два. Баскетбольная команда «Орландо Мэджик» для этой цели использует номер шесть. А какой номер для той же цели чаще всего используют футбольные команды? Время. Желтый стол. Отвечает Антон Назаров. Это номер двенадцать, номер болельщиков. В футболе фанатов называют двенадцатым игроком, так как на поле одиннадцать игроков. По той же логике действуют и баскетбольные клубы, где на площадке одновременно находится пять человек. Счет сравнялся один-один. Вопрос номер три. Анастасия Рахманова пишет, что история Вагнеровского фестиваля измеряется ими, поскольку ставить каждый год новую инсценировку невозможно. У тропических деревьев их нет. Внимание, вопрос. Назовите их одним словом. Время. Время. Желтый стол. Кто будет отвечать? Рискну ответить я. Предположим, это листопады. Двадцать секунд. Есть команды. Шестьдесят секунд. Кто будет отвечать? Екатерина. Сергей Бородинов. Сергей. Допустим, это обороты. Обороты? Да. Уважаемые команды, новая постановка монументального кольца Нибелунгов – главный способ отсчета времени на фестивале в Байрите. В тропиках деревья растут постоянно и равномерно, у них нет годичных колец. Ответ – кольца. Один-один. Счет остался прежним. Вопрос номер четыре. В детективном сериале Брайана Фуллера маньяк-убийца увлекается первой, а следователь – второй. В 1930-х годах в журнале American Criterion было опубликовано письмо, в котором говорилось, что известный автор должен писать о чем-то более значительном, чем первая и вторая. Назовите, пожалуйста, первую и вторую время. Погоня и что-нибудь еще, расследование, безумление, доказательное. Любовь не на 30-м году. Любовь и кровь. Первый показатель. Жизнь и смерть. Маньяк не может? А, ну, я полегается. Ну, давайте, давайте подпишите еще в варианты, какие вы видите. Правильно? Может, это дедукция или... Ну, как они уже... Ну, индексами очень красивые. Ну, да. Ни одна из команд не ответила. Уважаемые команды, как вы думаете, какие самые, наверное, древние и популярные увлечения могут быть у мужчин? Охота и рыбалка. В сериале «Ганнибал» убийца Гарри Джейкоб Хоббс увлекался охотой на оленей и охотился на своих жертв. А детектив Уилл Грэм увлекался рыбалкой и ловил убийцу. Охота и рыбалка – правильные ответы. Вопрос номер пять. В андроид-приложение под названием «Такой Икс» входят фонарик, секундомер, уровень, компас, лупа и многое другое. А вот сам «Икс» по понятным причинам не входит. Внимание, вопрос. Что мы заменили таким «Иксом»? Время. Отвечает красный стол. Рискнем, отвечает Кирилл Карпов. Итак, Кирилл. Нам кажется, что это швейцарский нож, то есть раскладной нож. Это швейцарский нож. Многофункциональный складной нож, оснащенный клинком и несколькими дополнительными инструментами. Вот, кстати, несколькими. Вот послушайте, несколькими. Штопор, открывашка для пробок стеклянных бутылок, консервный нож, большая плоская или крестовая отвертка, ножницы, шило, пила по дереву, универсальный крючок, кольцо для ключей, пинцет, зубочистка, часовая отвертка, напильник, пассатижи. А в современные ножи, кроме того, входит интерфейс, USB, электронные жидкокристаллические часы, электронный альтиметр, светодиод, лазерная указка и цифровой MP3-плеер. Это швейцарский армейский нож. 2-1. Вопрос номер 6. Герой Стива Айлета обнаружил в казино специальную комнату, из которой можно было тайно управлять рулеткой. Какой топоним упоминается в эпизоде, рассказывающем об этом время? Красный стол. Рискнем, отвечает Сергей Бородинов. Сергей. А мы полагаем, что это Нарния. Нарния считаете вы, но, к сожалению, ошибаетесь. И время для команды Хазенберг. Кто будет отвечать? Ответит Алена Остроухова. Мы предполагаем, что это Северный полюс. Северный полюс. Уважаемые команды. Герой прятался в укромном месте, управляя всякими страшилищами, которые разговаривали вместо него. Герой-то Гудвин, а топоним изумрудный город. 2-1. Счет остался прежним. Уважаемые команды, вопрос номер 7. Герой произведения Ивана Матвеева разочаровывает известного персонажа словами. Он говорит ему, я цитирую, «срубят, раздолбают, съедят, съедят, сломают». Конец цитаты. Внимание, вопрос. Назовите этого персонажа. Время. КОНЕЦ Отвечает желтый стол. Отвечу я. Предположим, это разочаровали Кощея Бессмертного. Дуб срубят, сундук раздолбают, утку съедят, зайца съедят, иголку сломают. Кощей думал, что неуязвим, но так и получилось. Это Кощей Бессмертный. Два-два. И нас с вами ждет дополнительный вопрос, уважаемые команды. Первый дополнительный вопрос. Та из команд, которая правильно на него ответит, получит третье место в восьмом сезоне. Я прошу внимательно следить за фальстартом. Прародителем какого современного вида спорта являются соревнования военных патрулей. Время. Красный стол. Кто будет отвечать, Екатерина? Ну, попробую ответить я. Пусть будет это биатлон. 3-2 победу одерживает команда 60 секунд и выигрывает третье место в восьмом сезоне. Команда Хайзенверк, спасибо вам за сезон. Спасибо, уважаемые команды. Уважаемые телезрители, шоу «Битва интеллектов» на канале «Губерния». Финальный поединок восьмого сезона, в котором встречаются красный игровой стол команда «Исчадия Рая». Исчадия Рая, Наталья Притеченская, Ирина Хохлова, Александр Штриков, Сергей Арташкин, Александр Яросеменко и капитан команды Евгений Еремин. Их соперники. Желтый игровой стол. Команда «Лига выдающихся джентльменов». Никита Рублев, Александр Корясов, Дарья Макушова, Сергей Кухарев, Виктория Бочкарева и капитан команды Данила Сафинский. Ни пуха, ни пера, уважаемые команды. Девять вопросов приготовили редакторы нам на ваш финальный поединок. Естественно, та из команд, которая наберет пять очков, будет объявлена победителем. Если это произойдет заранее. Вопрос номер один. Первое его появление в кино состоялось в 1969 году в картине «Геркулес в Нью-Йорке». Причем его фамилией в титрах была фамилия Стронг. Причиной этого было то, что создателем фильма его фамилия показалась слишком длинной и сложной для восприятия. Внимание, вопрос. Назовите его. Время. Быстрее, желтый стол. Кто будет отвечать? Сергей Кухрев. Мы считаем, что это Арнольд Шварценеггер. Стромба, английский сильный. Вы совершенно правы. Один ноль. Вопрос номер два. Персонажи Анны Карениной на закате отправляются охотиться на вальшнепов. И хотя приехали они туда на барской линейке, в последующем разговоре упоминают телегу и дышла. Внимание, вопрос. А какими двумя словами их называем мы? Время. Желтый стол. Попробует ответить Сергей Кухрев. Ну, рискнем и предположить, что это большая медведица. Ну, или малая медведица. У нас принято сравнивать созвездия с ковшом, а в 19 веке их сравнили с телегой и дышлом. И правда, похоже. Охота была под вечер, поэтому закончилась она, когда созвездие уже появилось. Два ноль. Вопрос номер три. В конце 19 века один очень вежливый провинциальный купец перед тем, как сделать это, отправлял с предупреждением слугу. Герой произведения 1924 года сделал это внимание, Откуда время? Желтый стол. Отвечает Сергей Кухарев. Ну вот, рискнем предположить, что на ваш вопрос, откуда, я отвечу от верблюда. 3-0. Вопрос номер 4. Культуролог Андрей Балдин, ссылаясь на известный научный труд, назвал самое начало эпохи возрождения двумя словами, начинающимися на одну и ту же букву. Внимание, вопрос. Как именно назвал время? Красный стол. Ответит Сергей Арташкин. Сергей? Предположу, что периодом полураспада. Период полураспада, считаете вы? 20 секунд для команды Лига выдающихся джентльменов. Я слушаю ответ желтого стола. Допустим, это будет ранний ренессанс. Ранний ренессанс, к сожалению, ответ также неверен. Уважаемые команды, переходный период между Средними веками и Ренессансом рассматривается в работе Йохана Хезинги «Осень Средневековья», а культуролог Андрей Балдин, ссылаясь на этот известный научный труд, назвал «Сентябрь Средневековья». Вопрос номер пять. Александр Ильичевский пишет, что если наткнуться на агаву, растение с множеством острых и длинных листьев, то можно превратиться в него. Названный в его честь город основан на месте монастыря. Внимание, вопрос. Назовите его время. Быстрее, красный стол. Кто? Он это Святой Себастьян. Листья могут вонзиться в кожу, как стрелы, в честь Святого Мученика. Получил название также город Сан-Себастьян. Он это Святой Себастьян. 1-3 сократило отставание команда Ищадия Рая. Вопрос номер 6. В бактериальной клетке постоянно происходит синтез клеточной стенки и ее разрушение. Внимание, вопрос. С чьей работой сравнила этот процесс Вера Башмакова? Время. 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 Фальстарт у красного стола и время для команды Лига выдающихся джентльменов. Отвечает команда Лига выдающихся джентльменов. Отвечает Дарья Макушова. Дарья. Мы рискнем предположить, что сравнил он этот процесс с сизифовым трудом. мыслили в правильном направлении, но, к сожалению, не докрутили. Уважаемые команды, жена Одиссея пообещала вновь выйти замуж, лишь садкав погребальное покрывало, но каждую ночь распускала сделанное за день. Жену Одиссея звали Пенелопа. Он сравнил ее с Пенелопой. 3-1 счет остался прежним. Вопрос номер 7. Заказав в баре колу герой Михаила Идова, задумывается о том, что в местной воде содержатся целые полчища бактерий, а они подобны троянским коням. Внимание, вопрос. Назовите их двумя словами, начинающимися на соседние буквы алфавита. Время. Быстрее, желтый стол. Итак. Отвечает Виктория Бочкарева. Виктория. Допустим, это алюминиевые банки. Алюминиевые банки и время для команды исчадия рая. Кто будет отвечать? Отвечает Александр Штриков. Господин Штриков. Ну, мы думаем, что это кубики льда. Когда лед растает в стакане, бактерии окажутся на свободе. Именно поэтому гиды часто рекомендуют русским туристам в Таиланде и в Индии говорить при заказе напитков но айс. Вопрос номер восемь. А счет, тем не менее, сократился до минимума. 3-2 пока ведет команда Лига выдающих джентльменов В одной американской легенде Рудакоп находит гигантского человека, который вскоре становится лучшим металлургом страны. В конце легенды гигантский человек делает это, чтобы работа его завода не остановилась. Внимание, вопрос. Назовите главного героя фильма, который также делает это время. Быстрее был Красный Стол. Отвечает Александр Штриков. Александр? Так, ну, скорее всего, Терминатор. Поясните. Так, ну, в самом конце фильма Терминатор 2 герой Арнольда Шварценеггера, то есть Терминатор расплавляется. А герой легенды ее Мадьярок был из стали, когда сырье на заводе закончилось, он расплавился сам. 3-3. И теперь девятый вопрос. При ничейном счете та из команд, которая правильно ответит, станет чемпионом сезона. Очень важно следить за фальстартом. Я понимаю, что нервы, но все-таки уважаемые команды, давайте не нажимать на кнопку раньше звукового сигнала. В 15 веке Изабелла Кастильская получила значительную власть и политическое влияние. Согласно Википедии, в это время королева становится самой сильной фигурой. Внимание, вопрос. Какое прилагательное мы пропустили в предыдущем предложении? Время. Красный стол. Кто будет отвечать? Я прошу тишины. Отвечаю я сам. Нужно назвать прилагательное. Это шахматное. В 15 веке произошло изменение шахматных правил. Ферзь королева получил гораздо большую силу чемпион. Чемпионом сезона становится команда Ищадия Рая, побеждая в финальном поединке со счетом 4-3. Команда Лига выдающих джентльменов, вы завоевываете второе место. Спасибо за игру, уважаемые команды. Уважаемые телезрители, восьмой сезон завершен, но мы не можем закончить, не наградив наши уважаемые команды за то, что они так прекрасно играли в шоу «Битва интеллектов». Итак, третье место по итогам восьмого сезона завоевала команда 60 секунд. Вице-чемпионом восьмого сезона стала команда Лига выдающихся джентльменов. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и, дамы и господа, теперь главное. Чемпионом восьмого сезона шоу «Битва интеллектов» на канале «Губерния» стала команда Исчадия Рая. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые телезрители, восьмой сезон шоу «Битва интеллектов» на канале «Губерния» завершен. Мы с командами были рады поделиться с вами своими знаниями. Надеюсь, что увидимся в девятом сезоне. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok